Меня зовут Мустанг, я из Украины. Приехал во Францию. Мой мир прекрасный и чуть-чуть сумасшедший. Как я начал? Я начал очень давно. Я всегда старался делать то, что я хочу, и со временем это качество во мне только прогрессирует. Это даже не связано с экстримом, это вообще моя жизненная философия, наверное, можно ее так называть. Плохое я забываю еще быстрее, чем хорошее. Поэтому, что можно назвать плохим опытом? Периодически меня могут задерживать, какие-то личные проблемы жизненные, но я вот сегодня гулял в лесу и понял, что все это несущественно и незначительно. Как экстремальный хулиган, творческий, наверное. Раньше я читал это спортом, но если вспомнить все, что я делал, то это ни в какие ворота не влазит, поэтому какой-то спорт. Это экстрим. Вообще, что такое экстрим? Это очень относительное понятие. Для жителей Франции жизнь в украинском селе может оказаться нормальным таким экстримом. Соответственно, для нас какие-то вещи, которые могут возмущать либо будоражить других людей, кажутся вполне нормальными. Так и у меня в жизни, наверное. Я просто как-то постепенно поднимался этот градус, и я как-то проморгал момент, как я начал лазить выше. Но это произошло довольно быстро. И, к сожалению или к счастью, у меня не было какой-то специальной подготовки, но, в принципе, в трюках почти самое главное – это то, что в голове. Если в голове все ок, то, может быть, и трюк удастся. Когда на телебашню залазил в Гаври, я думал о том, что уже хочу спать. Я долго не спал, и у меня реально все мысли были. У меня такое было несколько раз, я буквально начинал засыпать. Но это когда я долго не сплю. А так совершенно разные мысли бывают. Это зависит от настроения. Со временем я стараюсь находиться в каком-то условном зене, приходить к какому-то балансу. Потому что если слишком весело, у меня такое было, можно просто убраться, когда ты танцуешь, там где-то что-то делаешь. Это не очень хорошо, и нужно относиться капельку серьезнее. Но некоторые люди, они слишком серьезно относятся к тому, что они делают к своей жизни вообще, и поэтому они живут в страхе. И мне кажется, нужно находиться в неком балансе. Вот я и стараюсь балансировать. Есть какие-то две грани понимания. Одна это то, что я сегодня в лесу гулял, и на меня залез жук. И он лез, и он не думал такой, ох, ни хрена себе, я залез на мустанга. Это мое жизненное достижение. И вообще у жуков просто нету фейсбука, инстаграма. Ну или я чего-то не знаю про жуков. Ну в общем, все, что мы делаем, это не так важно на самом деле. Ну глобально это не важно. А локально ты можешь считать себя богом, красавчиком. В определенной степени в этом ничего плохого нет. Когда ты лазишь, у тебя есть, я так думаю, есть три стадии понимания происходящего. Первая стадия – это когда человек сыт, он всего боится, ему страшно, и он может умереть из-за того, что он просто скован, и он не гибко мыслит и двигается как дерево какое-то. Ну, собственно, это опасно. Вторая стадия – это когда он думает, что он может все. Он уже не боится, и он начинает рисковать, рисковать, он не чувствует опасность. Это можно назвать как бесстрашие. Человек начинает думать, что он бог. А третья стадия – это когда ты понимаешь, что ты красавчик, но и понимаешь, что есть разные силы природы. Я даже не про мистику, а элементарный ветер, дождь и прочее. И невозможно все прочитать, невозможно все учесть. Но при этом ты не возвращаешься к первой стадии. На этой неделе я починил свои AirPods в Париже бесплатно. Это было прекрасно. Но вообще у меня очень короткая память, и столько всего было хорошего и плохого. Я даже не знаю, что можно выбрать. Ну, просто взять что-то, выбрать одно, и дискредитировать остальные мои воспоминания и какие-то мысли. Я в целом максимально счастлив. Мне нравится жить. Не создая хумира, себе написано в Библии. Но вообще, когда знакомишься с известными людьми, ты понимаешь, что это просто человек, за исключением Сергея Михалка. Меня восхищает история моих родителей. И есть еще такой мужик, Дэн Осман. Если вы смотрите экстремальное видео, вы просто обязаны его знать. Это просто даже не батя, а дедушка экстремального спорта. И я когда смотрю его видео, в нем прям какой-то дух есть крутой, который мне нравится. Вот он меня чем-то, не знаю, не мотивирует, наверное, а да, вдохновляет. Я смотрю, и мне прям так хорошо. Ох, и вопросы. Я просто представляю, как он сидит с мамой на кухне, она ему говорит, давай сейчас так спросим его, чтобы вообще офигел. Так, насчет мира. Да, я уже его создал. Я живу в своем прекрасном мире. Я понял такую мысль, что не потреблять информацию сейчас важнее, чем это делать, чем потреблять. И поэтому я стараюсь не смотреть много разных тупых видео, читать какие-то глупые вещи, которые я считаю глупыми. Я не слушаю много разной музыки. И в итоге я реально сейчас не знаю кучу современных исполнителей, я не слежу за модой. за мейнстримом. И мне так нравится. Я стараюсь создавать то, что у меня получается, и брать из этого мира то, что меня восхищает, и все это миксовать. Мы на связи. Я думаю, людям, которые создают свой мир, и не нужны никакие советы и сообщения. Просто верить в себя не находиться в Дзене. Я думаю, они правы насчет вопроса того, что я сумасшедший. Но касательно СМИ, не хочется всех под одну гребенку. Я не представляю, как ты это переведешь. Не хочется всех ровнять, но каждый делает свое шоу. Людям нужны деньги, нужен рейтинг, нужны интересные репортажи. По большому счету, они делают то же самое, что и я. В каком-то смысле. Поэтому ничего лишнего, ничего личного. А касательно социальных сетей, это вообще забавно. Я не часто читаю комментарии, и я думаю, это не так важно. Детям, которые любят меня, и даже тем, которые меня ненавидят, я могу сказать только, что я их очень люблю. Всех детей. Мне нравятся дети, я сам ребенок во многом. Нет, я этого не боюсь, потому что я не пропагандирую это, я наоборот предупреждаю, я говорю, что не стоит этого делать. Хотя это не всегда кого-то останавливает. Это многое зависит от воспитания. Воспитание ребенка. Что я еще хотел сказать, забыл. Вот. Я, в принципе, это и взрослых предостерегаю, я, в принципе, говорю людям, будьте осторожны, в принципе, будьте осторожны, и не обязательно делать то, что делают люди в интернете. Это может закончиться не по вашему сценарию. И что я думаю? Я думаю, детей нужно воспитать, нужно объяснять им, как устроен этот мир. Может, это покажется жестоким, но я думаю, детям нужно говорить о том, что жизнь конечна, рассказывать правду про наркотики и не обманывать их, объяснять мелочность всех проблем, что, в принципе, со временем вопросов будет больше, чем ответов. И тогда у них не будет таких огромных разочарований в жизни, и мне кажется, они будут меньше совершать ошибок, а главное, они будут совершать меньше ошибок, о которых они потом будут жалеть. Может, я делаю что-то незаконное, но я не Матадор. Я рискую собой и не убиваю невинных. Я думаю, это не так уже плохо. если коротко, глобализация, она происходит везде и повсюду, и человек еще не был никогда так доступен и так одинок, но сегодня хороший день, поэтому я скажу, что мы живем в прекрасное время. А у вас ходит просто куча военных, и на самом деле, на самом деле, ну, терроризм, он строится на человеческом страхе, потому что люди, я не знаю, на дорогах людей погибает больше, чем от террористических атак, но человеку становится страшно, что он может рандомно умереть из-за ничего, хотя его так же рандомно сбивает машина, но он не знает этой статистики, и у него вырабатывается страх. И на этом строится весь терроризм, то есть на привлечение внимания к себе, потому что если, ну, посмотреть на цифры, терроризм забирает людей меньше, чем куча других болезней, о которых мы не беспокоимся, там, сахарный диабет, например, или все что угодно. Но так вот устроен человеческий страх, и это просто манипуляция, поэтому ходят люди с оружием, которые на самом деле в случае чего вряд ли вас будут защищать, они просто не успеют, вряд ли террористы будут устраивать атаки там, где есть люди с оружием, правильно? То есть это просто, ну, это очевидно, и они не будут здесь все время, люди с оружием. Это просто делается на налоги людей, людям страшно, и на этом страхе приходится играть. И если бы люди не боялись, то мы бы просто не обращали на это внимание, терроризма бы не было, я так думаю. Ну, то есть он бы был, но он бы не был так ярко выражен. Ну, сейчас модно говорить, я политичен, я вне политики, в принципе, отчасти так и есть, но у меня однозначно правоукраинская позиция. Украинский power. Героям слава. Но это не значит, что я за все то, что делают украинцы, потому что есть человеческий фактор, люди делают много хреновых вещей, но это если так упростить, и сложившуюся ситуацию, я уже вынужден говорить всем, что я украинец, и объяснять, что у нас происходит, и как происходит. Павел Ушевец, как я к этому отношусь, я очень хорошо к этому отношусь, то, что я сделал, классно. Жизнь в бегах, она прекрасна, мне все нравится. На самом деле, нету никаких бегов. В России посадили своих сограждан, то есть мне ничего не сделали. Я, в принципе-то, не очень хочу в Россию ехать сейчас, мне не нравятся там все эти ситуации, проблемы, и да, россияне, они просто, ну, российское правительство, оно посадило своих граждан, и, по-моему, это очень показательно. То есть, мне кажется, русские должны понимать, что к чему. А у меня все тип-топ, как было, и с каждым днем все лучше и лучше. Не, ну, какой-то политический акт, какой, ну, посмотрите на меня, какой я политик. Да, мне заплатил Дональд Трамп, мне тогда был еще Барак Обама. Но я захотел это сделать, я это сделал, и я рад, что я это сделал. Все зашибись. Я не вижу в этом, честно говоря, какой-то политики, хотя, если там копать глубже, то каждый человек, который говорит, что он и политичен, он так или иначе связан с политикой. Мы все платим налоги, мы покупаем продукты и формируем бюджеты наших государств. В таком смысле, мы все, ну, связаны с политикой. В целом, я этим не увлечен. И я не узрел в этом, если честно, какого-то прям сильного политического хода. Ну, а кто-то может думать иначе, мне все равно. Моя мечта – это делать все, что я делаю. Я живу своей мечтой. Мне кайфово. И я надеюсь, так будет и дальше. Еще хочу сделать пару трюков, которые я не делал. Нужно подготовиться, посмотрим, получится, не получится. Цели, да, такие же. Так как я стараюсь сделать все, что я хочу. Сейчас я решил попробовать снова снимать видео для Ютуба. У меня как-то не было времени, вдохновения. Я продолжал лазить, снимать, но я не публиковал. Огромная проблема у меня – это монтаж видео. Просто это проблема номер один. Я могу снять кучу материала, потом потерять жесткий диск. Или у меня были ситуации, когда у меня физически сгорел ноутбук, и там 2 терабайта видосов и фоток миллиард. Ну ничего страшного. Потом один компьютер у меня вообще украли. И самое главное это, ну, для существования в социальном мире это все-таки публикации. И, в общем, сейчас я вроде бы почти наладил этот процесс. И если я даже сегодня умру, то в течение следующих месяцев выйдет минимум 15 видосов, потому что есть Вадим. Если Вадим не умрет во время очередного марафона, то я думаю, надо делать эти видосы. Веришь? Конечно веришь. Да. Ну, у меня вера ассоциируется с любовью. Я люблю экстрим. Такие дела. Я могу задвинуть там очень длинную телегу про бытие, большой взрыв, смысл человеческого бытия, но для этого нужно писать отдельное интервью. Я думаю, что в религии ничего плохого нет, пока она не начинает разрушать. Если она созидает, если она мотивирует человека на хорошие поступки, это отлично. Почему нет? Вот у меня уже во Франции есть два товарища. Один мусульманин, другой христианин. Все отлично. Пока что. На моем канале. Все мои приключения вы можете смотреть на моем канале. И следующие видео, я думаю, выйдут довольно скоро. Я надеюсь, что они будут выходить даже регулярно. Я думаю, выйдет несколько видео еще из Гонконга, потом несколько видео из Кореи, из Сеула, и потом, наверное, выйдет видос какой-то из Франции. Солнце садится. Есть, короче, фраза, которую я в одном месте услышал, прочитал в интернете, ладно. И я думаю, вот это самый лучший ответ на вопрос, зачем ты это делаешь. Короче, у самурая нет цели, есть только путь. И потом такой хайлайт, и я такой начинаю лазить. Короче, на этом можно закончить. и я так не знаю, подсчет, и я знаю, Продолжение следует...